Друзья, всем привет! Спустя ровно неделю после прошлой бетки, компания Apple выпускает для нас iOS 15.1 Beta 2. Сегодня будем разбираться, что же там новое и самое главное, когда ожидается релиз. Меня зовут Максим, вы на канале Demis Lounge, поехали! Итак, естественно, обновления у нас вышли с копом. Там у нас вышла новая бетка Watch OS, новая бетка iPad OS и, конечно же, TV OS. Вместе с этим вышла бетка iOS 15.1 Beta 2. Весит где-то 750-850 МБ, в зависимости от вашего устройства. Если, естественно, у вас стояло до этого бета 1. Само обновление достаточно интересное, какие-то баги лечат, какие-то баги добавляют. Сейчас подробно об этом обо всем поговорим. Ну а пока я напоминаю, что если этот ролик понравится, поставьте ему, пожалуйста, большой палец вверх. Мне это будет очень приятно и поможет продвижению ролика. Конечно же, вот там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда ничего классного, интересного не пропустите. У нас всегда самая оперативная информация. Ну плюс, смотрю, как обычно, что многие не подписаны, потому что многие не понимают, зачем это нужно делать, ведь и так приходят ролики. Ребят, пожалуйста, это очень реально помогает продвижению канала. Поэтому вам несложно, мне приятно, нажмите, пожалуйста, на кнопку подписки. Действительно, мне этим поможете. Итак, что новенького относительно бета 1? Начнем с того, что побороли баг, когда у вас Apple Watch не разблокировались, если у вас был iPhone 13, и не разблокировали ваш iPhone, если вы одевали маску. Вроде как в этой бете это убрали. Опять же, народ в Твиттере это подтверждает. А вот что наоборот опровергают, так это то, что iPhone 13 линейки так и не научились пока работать со 120 Гц в сторонних приложениях, и этот баг до сих пор сохраняется в новой бете. Из интересного, в релиз ноутсах компания Apple сообщает, что для iPad mini 6-го поколения, вот этот вот новенький, они по умолчанию установили, чтобы в браузере в Safari загружался мобильный режим. Вы, конечно, можете исправить это в настройках Safari, зайдя в настройки Safari и там это все скорректируя, но теперь они по умолчанию делают мобильный режим, якобы так чтение текстов более удобно. Может быть, это они сделали из-за вот этого желеобразного экрана, который отобразился раньше, здесь компания Apple ничего нам не заявляет. Ну и если вы пользуетесь VoiceOver, то компания Apple пишет, что будильники в приложении часы вы можете на этой бете, к сожалению, не активировать, но я думаю, что это в будущих бетках поправят. Также, естественно, работа идет и под капотом системы. По производительности на этой бете все плюс-минус, так же, как на предыдущей, чуть-чуть там лучше по металлу результаты, но глобально это прям плюс-минус 20 баллов, естественно, ни на что не влияет. Что по автономности, как обычно скажу, где-то через сутки в своем телеграм-канале, если что, ссылочка внизу в описании, обязательно заходите, подписывайтесь, я туда размещу, как все это на новой бетке работает, и если еще какие-то новшества, интересности найдут, тоже там, конечно же, об этом расскажу. Вообще, телега это у нас такая самая оперативная информация, там все появляется раньше, чем на любой другой платформе, но за счет того, что я могу быстро туда что-то написать, поэтому обязательно подпишитесь, лишний не будет. Стоит ли устанавливать эту бета-версию? Если у вас стояла бета-1, не вижу причин не обновиться до бета-2, естественно, не забываем про резервное копирование, не забываем, конечно же, про хард-ресет, жесткую перезагрузку после обновления, но в целом обновиться можно, почему нет? Не думаешь, какие-то проблемы здесь у вас возникнут? Если возникнут, опять же, можно переустановить систему или откатиться. Если вы на 15.0 или более ранних версиях, ну, наверное, не стоит, тем более, что очевидно по скорости выхода бет, что сдать релизные версии осталось недолго, и вот почему. Дело в том, что когда компания Apple играет в долгую, она обычно выпускает бетки раз в две недели, а мы увидели с вами ровно неделю назад бета-1, сейчас уже бета-2, и те функции, которые правит нам компания Apple, нам доказывают, что в принципе релиз достаточно скоро. Все потому, что нам добавили вот этот вот анлок с маской для Apple Watch, поправили это в бете-2, и компания Apple это заявляла, что вот-вот мы скоро выпустим апдейт и это поправим. Они добавляют это в бете-2, бета-2 выходит через неделю после бета-1, из этого я могу скомпоновать вывод о том, что релиз у нас состоится достаточно скоро. Я думаю, что еще неделя-две, ну, в зависимости от того, что именно компания Apple хочет там отточить, и мы с вами увидим релиз, как я и говорил, где-то в октябре. Поэтому ждать, как говорится, осталось недолго. Соответственно, это ставит под вопрос выхода так называемый iOS 15.0.1, вообще нужна ли она, учитывая, что именно в 15.1 Apple правит баги, тем не менее, отрицать этого тоже смысла нет, потому что, ну, может быть, какой-то обнаружит экстренный баг, и Apple выпустит баг фиг. Но пока iOS 15.1 скорее более вероятно к релизу, чем iOS 15.0.1. Если этот ролик понравился или был вам чем-то полезен, поставьте ему большой полез, как мы и договаривались, мне это будет очень приятно. Вот там внизу тоже, как договорились, подписывайтесь на канал, жмите обязательно на колокол, тогда ничего классного и интересного не пропустите, и YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика. Естественно, конечно же, вот там в комментариях пишите, будете ли вы ставить, не будете ставить. Если будете ставить эту версию операционной системы, обязательно отпишитесь, как у вас работает, и какая у вас модель устройства. Это будет полезно не только мне, но и другим пользователям, которые посмотрят это видео, а я с вами также с удовольствием подискутирую в комментариях. Ну и, конечно же, вот эти два ролика, специально подобранные для основного алгоритма YouTube, зацените, если не видели его, то вы хотите жмите, чтобы подписаться, собственно, на канал. У нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока!